Приветствую всех дорогие друзья, в этом ролике собраны самые интересные новости железа и игр, поэтому досматривайте его до конца, чтобы быть в курсе происходящего. И с вашего позволения я хочу начать с цен на видеокарты. Летом прошлого года на фоне обвала крипторынка видеокарты существенно подешевели, но потом рост цен возобновился. С середины же января снова наблюдается обратная тенденция и видеокарты дешевеют. Причем согласно данным 3D Center за последнее время дешевеют они стремительно, на 20 % за 20 дней. Все модели Nvidia и AMD по-прежнему дороже рекомендованных розничных цен, но наценки уже совсем не так велики как раньше. В случае моделей AMD наценки сейчас составляют 45 % против 63 % на второй половине января. А модели Nvidia сейчас дороже MSRP на 57 % против 77 % несколько недель назад. Стоит отметить, что график стоимости эфира почти всегда совпадал с кривой цены на видеокарты, но сейчас они явно перестали зависеть друг от друга. Это может говорить о том, что майнеров отпугивает долгая окупаемость и надвигающийся поз, поэтому они сейчас не заинтересованы в видеокартах. При этом кривая, демонстрирующая доступность разных моделей, стремительно идет вверх и это очень важный момент. Ведь чем больше видеокарт в наличии у магазинов, тем ниже будут цены. Если говорить о конкретных моделях, то в случае красных наименьшая прибавка приходится на младшую RX 6500 XT. Самые доступные ее версии предлагаются всего лишь на 17 % больше рекомендованной цены. Розничная стоимость на конкурента в лице RTX 3050 сейчас выше на 49 % от ее MSRP. Меньше всего из лагеря Nvidia наценка на RTX 3080 Ti, а именно она на 32 % дороже рекомендованной. На рынке России видеокарты тоже дешевеют, но пока что не все модели. Если вы прямо сейчас хотите взять мощную видеокарту, то я бы однозначно посоветовал остановить свой выбор на RX 6900 XT. Данная видеокарта очень сильно подешевела за последнее время и к тому же выдает куда больше голой производительности, чем ее ценовые конкуренты. Купить ее сейчас можно примерно от 125 тысяч рублей, перейдя в любой из магазинов с Е-каталога. Из лагеря Nvidia стоит отметить небольшое снижение цен на RTX 3080 Ti, но несмотря на лучшие лучи и DLSS, она однозначно обходится дороже 6900 XT. На более простенькую RTX 3060 Ti цены пока падают не так охотно, ведь средние модели всегда славились большим спросом. А RTX 3060 хоть и находится в общем тренде на снижение, но умудрилась даже немного подорожать по средней цене. В целом на российском рынке цены продолжают падать и например RX 6900 XT тому явный пример. А в описании я оставил ссылки на список с годными видеокартами, чтобы вы сами смогли подобрать графический ускоритель в Украине, России и Казахстане. В рамках выставки CES компания Nvidia анонсировала флагманскую видеокарту с архитектурой Ampere под названием RTX 3090 Ti. Зеленые обещали раскрыть новые подробности о ней до конца января, однако этого так и не произошло. С тех пор Nvidia хранит молчание и не спешит рассказывать, чем именно обусловлена задержка RTX 3090 Ti. Сейчас представитель Nvidia сообщил, что в настоящее время у них нет дополнительной информации о 3090 Ti, но они обязательно свяжутся с порталом The Verge, когда она появится. Из многочисленных утечек мы знаем о проблемах с двухгигабайтными чипами Micron, из-за которых Nvidia попросила вендоров повременить с выпуском. Но также были и утечки о том, что видеокарте может потребоваться менять плату, а значит на скорый ее выход рассчитывать не стоит. В общем, на середину февраля о новом флагмане ничего не известно, а зеленые просто уходят от ответа. Архитектура AMD под названием Zen 4, согласно новым слухам, предложит внушительный прирост производительности. Источник сообщает, что показатель IPC вырастет на 18 %, когда в свое время Zen 3 принесла рост на 15 %. Кроме того, благодаря переходу на техпроцесс 5 нм, на 7 % повысится максимальная частота одного ядра, а для всех ядер этот показатель вырастет на 8,7 %. Такая информация исходит от одного из китайских инсайдеров, который ранее делился информацией о процессорах. Напомню, что согласно последним данным, процессоры Ryzen 7000 могут быть представлены уже этим летом. В планы Intel на текущий квартал входит релиз флагманского процессора Core i9-12900KS для платформы LGA 1700. От выпущенного ранее 12900K новинка отличается выросшими тактовыми частотами с максимальным бустом до 5,5 ГГц. Зарубежные ритейлеры уже начали готовиться к старту продаж Core i9-12900KS, добавив его в свои прайс-листы. Самый мощный процессор синих будет стоить около 780 долларов, что на 27 % больше, чем просят за 12900K. Параметр процессор Base Power у Core i9-12900KS составит 150 Вт против 125 Вт в случае 12900K. Значение максимум Turbo Power пока неизвестно, однако у нынешнего флагмана с частотами до 5,2 ГГц оно составляет 241 Вт. Компания Microsoft продемонстрировала новый стиль оформления элементов интерфейса Windows 11 во время январской веб-трансляции в Windows Developer. Судя по всему, новый дизайн был показан раньше времени, но энтузиасты и разработчики успели заметить его и сделать скриншоты. Обновлённый дизайн напоминает Windows Aero, который использовался в Windows 7 и Windows Vista. С выпуском Windows 8 и её преемницы в Windows 10 Microsoft отказалась от поддержки закруглённых углов и эффекта Aero Glass с полупротрачными заголовками окон. В Windows 11 уже добавлены закруглённые углы окон и других элементов интерфейса. И похоже, что следующее крупное обновление операционной системы должно также добавить эффект Aero с прозрачными панелями заголовков. Причём эффект протрачности появится как в обычных окнах приложений, так и во всплывающих. В общем, с чего начали когда-то, на то и возвращаются. Интересно, зачем надо было что-то менять. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации доработало проект постановления правительства о введении маркировки электронных устройств. Инициатива преследует борьбу с незаконным оборотом электронных устройств и вводом в Россию серой техники. Кроме того, проект позволит ввести утилизационный сбор с производителей и импортеров. Как сообщает газета Коммерсант, речь идёт о продуктах в 26 категориях. В их число входят смартфоны, планшеты, портативные компьютеры, электронные книги, видеокамеры, а также печатные платы. Эксперимент стартует 1 марта 2022 года и продлится до 31 января 2023 года. А поставщики электроники будут принимать в нём участие на добровольной основе. То есть предлагается, например, на видеокартах делать некую маркировку, что она якобы настоящая и неподдельная. С одной стороны идея неплохая, но если она будет обязательной, то это точно повлияет на ценообразование техники. Ведь всем платам придётся проходить маркировку, а это лишние растраты для любого производителя, которые будут отражаться в ценах. Разработчики проекта Оптимизм, посвящённого масштабированию эфира, сообщили об обнаружении критического бага. Он позволяет создавать произвольное количество токенов эфира, но на данный момент такая возможность уже устранена. Уязвимость в теории позволяла злоумышленникам создать столько эфиров в аккаунте Оптимизм, сколько им захотелось бы. Баг обнаружил Джей Фриман, который наиболее известен как разработчик ПО Cydia для iOS. За свою находку Фриман получил крупнейшую в истории баунти-хантеров награду в 2 миллиона и 42 доллара. Наибольшую выручку в Steam на прошлой неделе принесли две игры Lost Ark и Dying Light 2 Stay Human. Вышедшая на Западе условно-бесплатная MMORPG от корейской Smilegate заняла половину позиций и установила рекорд по пиковому онлайну. Но всё-таки она не смогла отнять лидерство у паркурного зомби-экшна Techland. 12 февраля Lost Ark собрала 1 миллион 325 тысяч и 305 пользователей одновременно, и это второй результат в истории Steam после PUBG. Стоит отметить, что речь идет об англоязычной версии Lost Ark, которая недоступна российским пользователям Steam. В России игра появилась в октябре 2019 года одновременно с началом открытого бета-теста. Издателем западной версии выступает Amazon Games, а русскоязычной версии My.Games. Западный вариант Lost Ark получил в магазине Valve более 48 тысяч рецензий, а его рейтинг составляет 69%. Одна из самых распространенных претензий это многочасовые очереди на подключение к серверам, однако многие критикуют и саму игру. А две оставшиеся позиции рейтинга достались еще не вышедшим играм Elden Ring и Total War Warhammer 3. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поддержать его лайком и подписаться на канал чтобы не пропускать свежие новости. А я как всегда хочу сказать огромное спасибо всем кто поддерживает ролики. До скорых встреч, друзья.